Я по поводу сегодняшнего заявления, которое он сказал в Парфиловском районе о том, что явка на допрос в качестве свидетеля, это является закономерным явлением. Я хотела бы взять у вас комментарии. Ну, здесь же одна деталь утаивается, что вопрос-то у нас спорный. Мои адвокаты, мои юристы подали обращение в Конституционный суд о незаконности этого допроса. И точку сначала должен поставить Конституционный суд. Как вы знаете, такие вопросы он решает. И при желании Конституционный суд мог бы этот вопрос рассмотреть не в декабре, как он обещает, а учитывая ситуацию, любовь. Тем более, мой представитель, наш юрист, адвокат, следствия Сергея Михайлович, вчера был в МВД республики, встречался с соответствующими там руководителями и предлагал им найти какой-то компромисс, чтобы следствие не пострадало. Здесь, наверное, немножко по-другому ситуация. Может быть, правда никому и не нужна. Может, следствие никого и не интересует. Потому что есть правовые выходы. Или то, чтобы Конституционный суд эту ситуацию рассмотрел и решил, мои юристы правы, наша сторона права. Или право МВД. Или второй вариант все-таки, чтобы сотрудники МВД сели вместе с нашими юристами и нашли вариант, который даст возможность оказывать содействие следствию, при этом не выходить из правого поля. Здесь не совсем все правдиво говорится. Алмаз Викторович, у меня второй вопрос. Может быть, вы слышали про репортажи, которые показываются на двух телеканалах отечественных, посвященных беглому президенту Командирику Бакиеву. Я хотела бы у вас взять и по этому поводу комментарии. Вы знаете, фактически это начинается реабилитация кровавого режима Бакиевых, при которых, вы знаете, ваших коллег-журналистов просто убивали. Выбрасывали живьем, связывали руки-ноги, вот случай, вы знаете, да? Руки-ноги связали, выбросили шестого этара, живым. Или журналист, например, Сергей Хаббулдаев, там у него то ли 15, то ли 17 на живыхражениях, когда просто убивали людей. И начинается реабилитация этого кровавого режима, что типа, мол, это допустимо. И убивать людей допустимо, ради власти. Я думаю, это закономерное на сегодня явление, потому что, когда тот же, та же власть заявляет, что она ставит интересы выше, народа выше интересов, кучки людей. Вот как сегодня Джейнбеков заявил, ну, мы же видим, что на самом деле сегодня, наоборот, интересы кучки людей, они ставлены выше интересов всего народа Харкестана. Это мы все откровенно видим, и я вот эти попытки, это желание пойти на обострение конфликта, как-то что-то придумать. Здесь корень не в том, чтобы найти, разобраться с Леси Попадукаевым, наоборот, каким-то путем закрыть, сделать так, чтобы Атамбаев не мог говорить правду людям. Вот и все. На самом деле мы готовы помочь, но в рамках правового поля.